Всех с наступающим. У нас какое сегодня число? 29 число. Мы еще работаем. О, в этом году мы 31-го отдыхаем. Поэтому сегодня-завтра я еще работаю, а потом, как все белые люди, буду отдыхать. Если кто-то догадался, то это задний карданный ванн. Вал на данное авто. Будем менять передний кардан и задний. У нас Соренто БЛ, 2,5 турбодизель, 175 лошадиных сил. Смотрите, пробег у нас 264 на механике. Вот она, ручечка у нас на механике. Один владелец. Один владелец. В основном, то есть, у него дом, дача, все в области. Обслуживаются у меня уже, наверное, лет 6-8. Допустим, очень часто рассказывал, что у них очень плохие дороги и так далее, так далее. Пришел день, когда вышел из строя карданный вал задний, ой, передний. Вот у нас карданный вал. Передний. Это будет новый, оригинальный. Мы сразу его весь промазали, набили все полностью, сделали. Новый, оригинальный карданный вал. Дело в том, что в этом валу, когда первые разы, выходили крестовины. А потом пошла вибрация, разбило вот это шлицевое соединение. И карданный вал стал болтаться вот так. То есть, вот так. То есть, пошла вибрация, появился скрежет, он, говорит, прямо в ногах разбило шлицы. Кардан мы передний сняли. И бросили в багажник, он его выкинул в гараж. От него остались только болты. Но после того, как сняли карданный вал, передний, появилась другая жалоба. Жалоба на то, что когда страгивается, щелкает. То есть, происходит щелчок. Думали, что все-таки щелкает передний. То есть, вибрация, все ушло, все прекрасно. Но щелкает кардан. А кардан щелкает задний. Дело в том, что так же может щелкает крестовина. Крестовину мы, то есть, он здесь, получается, не обслуживаемый. Но в специальных фирмах, где, допустим, у нас делают ремонт, могут заменить вам эти крестовины, отбалансировать, все сделать. Но мы все же поставили вот на этот подъемничек и попробовали страгиваться назад-вперед. И щелкает лицевая. То есть, тоже разбило. Поэтому было принято решение самим клиентам, что он не будет брать БУ, ничего. То есть, он один хозяин сказал, что очень сильно любит свой автомобиль. И приобретет два новых оригинальных. И отъездить на них еще столько же. Ну, не знаю, сколько, конечно, он проедет на них. Но все же можно примерно догадаться, что ценник данных валов очень дорого. Тем более, сейчас очень-очень дорого. Сейчас мы их заменим. Также мы здесь, конечно, меняли рычаг. Верхний правый у нас стучал. Две рулевых тяги. Будем делать сход-развал на ней. Смотрите, на переднем кардане, любой механика, автомат, неважно, у нее смазывается три точки. Первая шлицевая, крестовина, передняя, крестовина, задняя. Еще такой есть вопрос, что карданный вал. Как стоит карданный вал? То есть, он вот так стоит или вот так? В принципе, можно поставить и так, и так. Но в идеале, то есть, он должен стоять вот так. То есть, с шлицевым соединением назад. То есть, много вариантов снимают, ставят. Никто не жалуется. Ставят вот так, допустим. Но в идеале, то есть, должен стоять шлицевой назад. Этот кардан мы тоже сейчас промажем. Шлицевую точку. А, сделаем мы что? Мы, получается, полностью ее вытащим оттуда. Будем смазывать, пока не пойдет. Здесь тоже вручную промажем. Так, это болты у нас от заднего. От переднего. Вот они. О, еще тут еще. Во, заглушечка была. ЕГР сгоревшая. У нее лежит датчик давления последний раз. Приговаривал я ему датчик давления. Ошибки он не дает. Но симптомы, получается, плохая тяга и большой расход топлива. Но при этом она заводится, все ездит. Отлично, в принципе, неплохо все. Но расход возрастает, допустим, с 8 до 14. То есть, там, на 5-6 литров сразу. Вот, это мы оставим ему тут на память. Может, мало ли кому показывать будет. Так, ну что, в принципе, все. Коробку из-под кардана выкидывать не будем. Вдруг он заберет старый. Хотя, это ни к чему. Если разлетела шлисовая, то вариантов нет. То есть, именно под... Когда просто страгивается щелчок небольшой. Но если это какая-то горочка, то щелчок прям очень мощный. То есть, идет с заднего кардана. Так, сзади все очень просто. У нас там, получается, головка на 14. Закладные, ключ не надо. Сейчас поднимем. Траверсу. Подъемник этот не самый удачный. Стоп, техника безопасности. Резиночку подколкни. Еще одну. О, отлично. Давай-давай-давай-давай. Откатнички под переднее колесо. Так. Сперва отворачиваем там, потом отворачиваем здесь. Молоточек можно будет взять на всякий случай, потому что с фланца иногда приходится сбивать. Ну, вообще, оригинальный кардан довольно, можно сказать, качественно промазан. Потому что на переднем я буквально там 3-4 качка и уже все было полное. То есть, на заднем кардане смазывается только шлистовая обслуживается. Сейчас войдет сюда много, так как я его выдвинул. А когда я буду устанавливать, его сдавливает, лишнее вылезет. Так, нам не надо, чтобы вылезло очень-очень много. Вот туда он пусть, когда я буду вталкивать, то есть, он туда закроет здесь пыльник резиновый. Он сделает защиту. То есть, пошло, я почти весь сдавил, а ничего не пошло. Значит, там ничего не было. То есть, там было, но очень мало. Или вообще ничего не было. Потому что родная смазка его идет, она тоже такая же, только я бы сказал, желтая, что ли, или ярко-оранжевая. Как говорится, как маслом не испортить. О, все, отлично. Вот это тоже, чтобы не сбивать, можно промазать. Но это как хотите. В принципе, молоток решает эту проблему, как нечего делать. Если в том кардане я в переднем увидел смазку, как в шлицевом, так и в крестовинах, то здесь я ее родную не увидел. Тут четыре болта. Передние, как всегда, короткие. Задние длинные, то есть, они сквозные. Если точно знать, какой длины взять удлинитель и гайковерт, меняется он пять минут. Хочу бы сказать, что процедура, то есть, по замене двух карданных валов в оригинале, в это время очень не дешевая замена. Но Квент ответил, что в течение десяти лет она, то есть, он ездил, никаких проблем, то есть, 264 тысячи. Как бы это достойный пробег. Она его выручала, то есть, любит. И он сказал, ничего страшного, то есть, я поставлю, сделаю и буду ездить дальше. Поэтому исполним его мечту. Потому что, как попало, он не хотел. Ему нужно было хорошо и качественно. И его датчик где-то находится в очень сложных условиях. И он переживает, что где-нибудь встанет. Ну, вообще, я думаю, ты, знаешь, сделал на Новый год подарочек себе такой. Скажут, а чё бы не сделать мне себе, любимому, подарок? Не купить ли два карданных вала? Ездили на охоту, стреляли с карабина-сглушителя. Вот, с тепловизором. И мне интересно было, даже с глушителем, карабин бабахнул так, что прям было... Это не как кино. Да-да-да, это не как кино. Бабахнуло нормально. И я задался вопросом, почему так громко? И они говорят, что это обычный, мощный, прям русский патрон, там, с большим количеством пороха. Я говорю, а как же фильмы, там, пю-пю, ходят, такие прям убивают. И они говорят, что дозвуковой патрон стоит в разы дороже, чем вот этот огромный, который делает бабах. Причём у дозвукового, как мне объяснили, если он встречается там с какой-то бабочкой, мушкой, там, я не знаю, с веточкой, с травинкой, то она уходит в сторону, эта пуля. А эта летит и всё косит, прям на своём пути. Для того, чтобы начал работать редуктор, передний или задний, достаточно поднять одно колесо. То есть, вот одно у нас висит, и всё этого достаточно, то есть, то ещё немного касается. Потому что, опять же, то есть, редуктор без блокировки, то есть, свободный, межосевой, то есть, там, получается, либо левое, либо правое колесо. Вращается. Так, что там по болтам-то у нас интересного здесь? Это тоже длинный. Или они тут перепутаны уже? О, это длинный. Это будут передние болты. Потому что они у нас закладными. Вот так мы его сейчас будем туда вставлять. То есть, вот эта шлисонная честь туда. Ну, если даже у вас стоит по-другому, ничего страшного. Кардан обязательно, если заказываете или мнеете там что-то, обязательно нужно проверить по ВИНу. И не раз даже проверить по ВИНу, я бы сказал бы. Дело в том, что автомат, механика, до рестайлинг, рестайлинг, разные карданы, корейская, ижевская, то есть, там, 3-4 вида. И даже если вы пробили по ВИН-коду, там, не знаю, по ЗАПу, еще откуда-нибудь там, то сделайте это еще раз через другую программу. Очень часто ВИН не бьется на ваших машинах. Можно взять ВИН, допустим, у кого-то знакомого на том же форуме. У кого-то взять. Так, опускаем. Опускаем, сейчас мы ее будем, потом я уже отдельно. Мы съедем, положим планочку, то есть, развал будем делать на этом подъемнике. Просто для того, чтобы сделать, надо планочку здесь поставить. Вам уже, конечно же, не покажем, как я буду бороться с разваленными болтами и с продольного наклона. То есть, вот эти болты у них закисают, то есть, здесь делается схождение, вот на рычаг, кстати, новенький, здесь делается схождение, развал схождения и продольный наклон. Ну, кто-то говорит, кастр, там, парка, ну, короче, будем-будем пытаться выпрыгнуть. Ну, если я не ошибаюсь, я эту машину помню, знаю, и здесь все-все должно сделаться. Человек довольно часто ее обслуживает, за ней следит, поэтому, я думаю, не возникнет никаких проблем. Ну, вот, в принципе, и все. Вот такой, скажем, предновогодний подарок сделал себе один из наших клиентов. Задний кардан где-то ждали в течение 5-6 дней, под заказ был, передний был в наличии. Но, опять же, если у вас автомат, то это более распространенный, то есть, карданный вал, что передний, что задний. Вот. А если это механика, то готовьтесь к тому, что, то есть, нужно, скорее всего, будет заказать, подождать заранее. Допустим, если передний развалился, то его просто сняли и положили в багажник, то задним уже придется терпеть. Ну что, все, закончили. То есть, по карданным валам, то есть, если, то есть, берете, неважно, там, не оригинальный кардан, оригинальный кардан, обязательно промажьте его. И еще такой совет, очень многие из моих клиентов, то есть, они не знают, что это рамный внедорожник, такое ощущение, что они не знают. Они не знают, что такое замена масла в редукторе, в раздаточной коробке, то есть, каждые, там, от 7 до 9 тысяч, если вы меняете масло, то обязательно необходимо обслужить карданный вал. То есть, шприцовка, если не ошибаюсь, одной точки стоит 150 рублей, это 600 рублей, там, получается, у нас 4 точки. На заднем кардане одна точка, на переднем три. То есть, передняя, задняя и лицевая. Ну вот и все, всем пока, всех наступающим, у нас какое сегодня число? 29 число, мы еще работаем, о, в этом году мы 31 отдыхаем, поэтому сегодня, завтра я еще работаю, а потом, как все белые люди, буду отдыхать. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok